Это радар, следящий за самолётами по всему миру онлайн. На карте видно, что небо над Пакистаном практически чистое. Летят лишь несколько рейсов из Ирана и Саудовской Аравии. Воздушное пространство здесь закрыли ещё 28 февраля. Тогда и начались проблемы у казахстанцев. На сегодняшний день ситуация с выполнением рейсов из Казахстана в Индию и обратно стабилизировалась. Расписание восстановлено. Единственное, что теперь рейс станет более продолжительным из-за того, что самолёты Растаны вынуждены останавливаться для дозаправки в Королевстве Оман. Теперь вместо комфортных трёх часов полёт будет длиться почти половину суток. Девять часов. Именно столько времени летели домой казахстанцы, застрявшие в Индии. Сегодня прилетели ещё 452 пассажира. Всего за пять дней свыше тысяч человек прибыли на родину. Все граждане, которые были сбиты из графика вылетов, все были отправлены в Казахстан. Наше посольство провело огромную работу. Консул практически двое суток находился в аэропорту. И сам в ручном режиме всё это регулировал, потому что некоторые туристы, оказывается, не знали о том, что воздушное пространство Пакистана закрыто и что работает оперативный штаб. Риск оказаться в эпицентре вооружённого столкновения не пугает около 600 казахстанцев. Именно столько наших соотечественников отправились в Дели с 28 февраля, то есть со дня закрытия воздушного пространства Пакистана. Сегодня ночью пограничники Пакистана и Индии обменялись миномётными ударами. Конфликт, который, казалось бы, уже затихал, вспыхнул с новой силой. А началось всё 14 февраля, когда смертник подорвал колонну индийских полицейских. Политолог Ислам Кураев считает, что разногласия между странами давние и возникли из-за спорной территории Кашмира. Последние события – это как раз-таки наглядный пример тому, что эта территория очень желает отделиться от Индии и стать частью Пакистана. Но на самом деле это теоретически невозможно. Именно сегодня, так как обе страны имеют ядерное оружие, Индия намеренно идёт на провокацию, с одной стороны, так как в последних выборах в муниципалитет индийская правящая партия фактически проиграла. И, как мы видим, им нужны рейтинги. А рейтинги, безусловно, война. Как прогнозирует политолог, напряжённость в регионе сохранится до апреля, так как обе стороны не заинтересованы в продолжительном противостоянии, прежде всего ввиду экономических потерь, связанных с войной. Небо над Пакистаном планировалось открыть уже сегодня, но пока официальных данных об этом не поступало.